Дневные тревоги Если с вами ночное такси, ничего не случится в дороге Если с вами ночное такси, ничего не случится в дороге Ночное такси. Сегодня и всегда с Александром Фрумином. Шелкайте, шелкайте, шелкайте Семины семечки, не было чтоб грустно Щелкайте, шелкайте, шелкайте Семины семечки, правда, очень вкусно Семины семечки, покупаем в русских магазинах Европы Семины семечки, правда, вкусно Добрый вам вечер, дорогие друзья Это программа Ночное такси в эфире радиостанции Шансон 24 Вы на нашем портале шансонспб.ру В эфире радиостанции Русский Берлин на частоте 97,2 МГц в столице Германии И, конечно же, на телеканале Ночное такси на YouTube Если вы видите нашу студию, расположенную в России, в Санкт-Петербурге Значит, вы зрители нашего телевизионного канала Всегда выходя в эфир в пятницу и в субботу Я сообщаю данные социологии по каналу И с радостью сообщу о том, что когда мы с сыном вечером ехали сегодня в нашу студию То я увидел на социологическом счетчике нашего телевизионного канала 30 миллионов и 707 тысяч наших зрителей Очень приятно И, конечно же, подчеркиваю, всегда благодарен каждому из тех, кто смотрит то, что производит наша студия Отличительная особенность телевизионного канала Ночное такси на YouTube Заключается именно в том, что мы показываем только продукцию собственного производства Чужой музыки на видео или чужих музыкальных программ информационных о музыке Мы не показываем никогда Что касается сегодняшнего нашего эфира То, естественно, каждую неделю завершает 120-минутный выход ночного такси на нашей радиостанции В первом часе сегодня у нас рубрика «Лицом к лицу» У меня гость, совершенно новый человек Зовут его Сергей Сорокин И в течение ближайших 60 минут он будет рассказывать о своей музыке И петь свою музыку Он привез фонограммы «Минус один», то есть «Минус голос» Петь будет, что называется, вживую, но под фонограмму, которой запасся заранее Что касается второго часа программы Я буду продолжать полку новинок Мы вообще много печатаем хорошей русской музыки этим летом И когда мы простимся с Сергеем Сорокиным То уже в режиме монолога Я буду показывать новейшую работу автора-исполнителя из Москвы Андрея Мороза Только что, буквально три дня назад Напечатанный нами альбом Которого, кстати, еще нет в руках у автора самого Он еще до Москвы не доехал, этот диск И эта пластинка будет сегодня дебютировать в эфире ночного такси Все это в течение ближайших 120 минут Все это в прямом эфире радиостанции «Шансон-24» И на радиостанции «Русский Берлин» этим вечером Мой гость, на видео его уже хорошо видно Наша панорамная камера показывает все, что происходит в нашей петербургской студии Зовут ты бы Сергей Сорокин Это автор-исполнитель, человек родом из Ростова Но, однако же, сейчас проживающий в Москве Гораздо ближе к нам, к Петербургу Мне было очень приятно, когда мы нашли с ним, что называется, точки соприкосновения То есть, когда мы с ним подружились И что, на самом деле, очень важно Я всегда об этом говорю и знаю, что сейчас она обязательно слушает Моя мама, Эмилия Максовна Она, в общем, старый музыкант студии «Ночное такси» Человек, который хорошо знает все, что здесь происходит Она как раз и была тем человеком, который нашел Сергея И написал ему первое письмо Я был очень рад тому, что Сережа откликнулся У него оказались дела в Санкт-Петербурге И вот так вот, что называется, оперативно Буквально в течение вот этих первых полутора-двух недель нашего знакомства У него предоставилась возможность выступить в эфире Мы с удовольствием предоставляем ему этот эфирный час Я считаю, что это должно быть интересно нашей аудитории И поэтому я с большим удовольствием, собственно, представляю слово Сергея Сорокина Сергей, я все правильно сказал? Да, все правильно Но только единственное, ошиблись с места моего рождения Я сам из Москвы А, из Москвы, но в какое-то время были в Ростове, да? Да, чуть-чуть запутал людей со своими переездами туда-сюда Как бы в поисках аранжировщика Ну, в Питере я на самом деле оказался по работе И, как сказал Александр, то, что мы там за неделю, за полторы Договорились Договорились со встречи, да И я буквально сегодня за час до приезда сюда подготовил эти минуса И семь песен я для вас вживую исполню Вот Ну, о себе что хочу рассказать? Пишу я стихи уже на протяжении пяти лет Записываюсь четыре года Аранжировщиков сменил, ну, порядка, наверное, шести человек Сейчас работаю То есть чаще, чем раз в год? Да Вот Сейчас записываюсь Ну, я надеюсь, это Последний, наверное, будет аранжировщик мой Который, скажем так Нашел мой стиль Мы очень долго искали Как бы вот этот стиль шансона Чтобы не путать людей Со Стасом Михайловым С Михаилом Кругом С Бутыркой Там С Лесоповалом А хотелось найти что-то свое И я думаю, то, что вот Эти четыре года Вот То, что я менял этих аранжировщиков Я все-таки нашел такого человека Очень дорогой ценой Мне это стоило, на самом деле Я год прожил в Ростове Потом приехал в Москву До этого записывался с одним человеком Продал машину Пересел вообще на отечественный автомобиль Как бы люди, конечно, друзья надо мной смеялись То есть все ради музыки? Да, все было ради музыки Во, как серьезно Да Потом деньги закончились Жилье уже нечем было оплачивать И опять вернулся в Москву И когда я приехал в Москву Я опять в своей мастерской разложил все инструменты Я работаю реставратором по мебели Очень, ну, современной мебели И ровно через месяц Я опять срываюсь Опять уезжаю в Ростов Я распродаю все за копейки буквально И опять нахожу вот эти деньги небольшие На съем жилья В Ростове? Да То есть обычно все ведь наоборот Как-то происходит Обычно ростовчане пытаются приехать в большую Москву Продают машины, квартиры, дома, участки Чтобы в большой Москве найти талантливого аранжировщика И выйти со своей музыкой А у вас, у москвича, все, в общем, наоборот У меня все получилось Во, интересная история Вот это здорово Многие люди, конечно, удивлялись Но, вы знаете Я все-таки нашел такого человека А почему если секрет о Добра Стоит? А что, в Москве не найти? Вы знаете, в Москву, мне кажется, едут люди Аранжировщики Да, ну, мне просто довелось поработать с такими людьми Которые... Один приехал с Геленджика, другой приехал Вообще непонятно с какого города Все жили на съемных квартирах Стояла какая-то аппаратура На коленках делали эти все песни Вот И на студию, на хорошую студию Денег, конечно, у меня не было таких Там 50-70 тысяч платить за песню, да И я решил так, что лучше я сам уеду туда Где живут эти люди Которые не могут приехать в Москву Но умеют делать музыку хорошо Но умеют делать музыку хорошо И я нашел такого человека Эрнест Бондаренко И вот мы работаем Уже записано с ним 5 песен Потом попробовал еще одного человека Когда с Эрнестом мы записывались Я думаю, дай-ка я попробую еще с одним поработать Он сам откликнулся На музыкальном сайте Нашел мой электронный адрес Написал мне письмо И вот я готов для вас исполнить песню Она называется Здравствуйте Вот Представляю новую песню Вот такая прям была Ясно Хорошо, Сергей Я очень вам благодарен за такой Развернутый рассказ На самом деле, откровенно говоря Я хотел вас обо всем этом сам спросить Но немножко позже Но у меня есть и другие, конечно, вопросы Поэтому я обязательно их задам В течение ближайшего эфирного часа Но сейчас, поскольку у нас такие правила Вы должны в обязательном порядке Сами поработать диджеем Тем более, что вы еще и поющий диджей у нас сегодня Вы должны представить композицию И что-либо сказать о ней Поскольку для нас это все впервые Это полноценный экспром, говоря нашей большой аудитории Вы сказали о той песне, которая будет звучать в эфире Перед тем, как вы, собственно, ее исполните Поэтому, что вы считаете нужно сказать о той вещи, которая сейчас зазвучит? Вы знаете, я много послушал песен Которые были посвящены Михаилу Кругу На самом деле, я очень уважаю творчество Миши И один раз уже пытался писать песню Но почему-то не дал ей ход этой песне И вот в других песнях, исполненные авторами-исполнителями Я, ну, как-то слышал, вот какие-то слова Вот как-то вот все соединяют, как-то связывают Ну, на самом деле, мне кажется, ни один человек Не посвятил Мише, на самом деле, красивой песне Не было такого, да И мне кажется, не надо посвящать песне человеку Который вот на самом деле уже ушел Мы помним, там еще что-то такое Ну, был, ушел, как бы, да, человек Мне кажется, его надо вспоминать немножко другими словами И просто напоминать об этом человеке И вот я попытался вот в этой песне Как бы дать вот именно слушателю такую песню Чтобы как бы они о нем и вспомнили И в то же время вот была такая новая песня Которая будет слушаться вот так По-новому, ясно Дорогие друзья, это программа «Ночное такси» В первом эфирном части сегодня рубрика «Лицом к лицу» В гостях у меня сегодня впервые автор-исполнитель из Москвы Сергей Сорокин И поет он для вас, кстати, совершенно вживую Это не полная студийная фонограмма Это фонограмма оркестровая Которая превращается в полноценную благодаря миксу Который происходит прямо в момент прямого эфира Нашей радиостанции Итак, Сергей Сорокин И первая песня звучит в нашем эфире На Дерибасовской меняется погода Гоняет ветер по желтевшую листву По этой улице в любое время года Я напевая в кабачок иду Народ меня встречает как родного Аплодисменты дарит часто и всегда Когда услышат песни Миши Круга Тогда гуляем мы до самого утра Здравствуйте, здравствуйте, гости дорогие Менты, профессора и доктора Здравствуйте, здравствуйте, дамы холостые Ткачихи, продавцы и повара Здравствуйте, здравствуйте, гости дорогие Менты, профессора и доктора Здравствуйте, здравствуйте, дамы холостые Ткачихи, продавцы и повара Сегодня, в этот очень шумный вечер Настрою вас на лучший позитив Я так хочу, что в танце или плясе Вы сбросили ненужный негатив Давайте будем петь и улыбаться Кто водочку, кто красное вино А в белом танце можно искупаться В объятиях блондинок на танцпо Здравствуйте, здравствуйте, гости дорогие Менты, профессора и доктора Здравствуйте, здравствуйте, дамы холостые Ткачихи, продавцы и повара Здравствуйте, здравствуйте, гости дорогие Менты, профессора и доктора Здравствуйте, здравствуйте, дамы холостые Ткачихи, продавцы и повара Здравствуйте, здравствуйте, гости дорогие Менты, профессора и доктора Здравствуйте, здравствуйте, дамы холостые Ткачихи, продавцы и повара Да, дорогие друзья, вот такая музыка И такой хороший тенор-баритон Он зазвучал в нашем эфире Так вот очень легко, я даже сказал уверенно Исполнил первую песню в эфире «Ночного такси» Сегодня наш гость, автор и исполнитель из Москвы Сергей Сорокин Сережа, скажите мне, а вообще Когда появились ваши первые песни? Вы знаете, первые песни появились, ну, года четыре назад Это были вообще, вот, как мне сейчас говорят, то, что это хиты, как бы Но это говорят люди, которые, скажем так, мои близкие друзья Вот, это появилась песня «Февраль» На ютубе можно ее найти, услышать и увидеть Я пел тогда, первый раз меня пригласили в трактир «Бутырка» Ну, там тоже живое исполнение Вот Потом Песня «Без тебя» Говорят, что она даже звучала в Украине на радио Вот Ну, как-то это вот, да Это вот были такие первые песни Но Я эти работы, наверное, не буду переделывать Они, наверное, так и останутся Потому что я написал много Хороших, красивых песен И записываю их Вот Ну, вот, четыре года назад, получается Четыре года назад, да? Да То есть, на самом деле, это уверенное пение, да Оно, откровенно говоря, очевидно, наверное, всегда присуще вам было и раньше Да, потому что, могу честно сказать, что за такой небольшой срок, как четыре года Далеко не всегда музыкант может так вот уверенно встать в микрофон и спеть А иногда человек будет волноваться Человек будет каким-то образом испытывать некоторые эмоции Ну, связанные, в первую очередь, конечно, с опасностью спеть плохо Вот, а у вас как-то так это очень уверенно получается, откровенно говоря Для меня, человека искушенного даже Кажется, что это очень-очень неплохой результат для четырех лет Скажите, а вообще стихи-то вы, наверное, писали раньше? Вы знаете, история написания стихов, да, началась все очень давно Мне было, ну, где-то в районе десяти лет Возраст у меня был, скажем так, лет 10-11, да И мама, она воспитывала меня одна Отправляла к своим родным сестрам в Ростов-на-Дону Опять же, этот город вот теплый У нас, кстати, есть телефонный звонок Да, поэтому сейчас Аркадий Александрович подготовится Вы продолжайте, Сергей Мы сейчас выведем в эфир нашего телефонного корреспондента Вот, и отправляли на все лето И я там, живя вот в этом городе С тетей, с дядей вот в этой семье Был у меня брат Алексей Ну, я потом, чуть позже расскажу О его судьбе И я вот какими-то излагал все стихами Вот, родственники каждый раз Удивлялись Да, родственники каждый раз моей маме говорили, что Слушай, говорит, ну, мало того, что он стихи сочиняет, еще и поет Отведи его в музыкальную школу Но ей было, конечно, не до меня Одна женщина, работы много было И в итоге года через два она все-таки привела меня в музыкальную школу И меня взяли, даже когда уже весь набор был закончен Учебный год с первого сентября уже мы пропустили Где-то в ноябре месяце И я вот попал в музыкальную школу То есть будучи совсем юным человеком, да? 10-11 лет Да, да, вот Пришел в музыкальную школу Я отучился в ней три года Потом ее бросил Вдруг детство меня перетянул на улицу Спорт, качалка Вот И к музыке я уже вернулся Через 20 лет Как интересно Да Ну, это на самом деле здорово То есть, в общем, уверенность в исполнении взялась, очевидно, от того, что все-таки вы всегда были с юности, да? Готовы к тому, что вы сможете выйти на сцену У нас есть телефонный звонок, Аркадий Александрович Влади нашего телефонного корреспондента Здравствуйте Здравствуйте В общем, это Аркадий Александрович Это Эмили Макс, это моя мама, да Вот она дозвонилась до нас прекрасно Да, вот знаете, я не буду вас отрывать, потому что я знаю, что вы очень заняты Я хочу Сереже сказать огромное спасибо За то, что он все-таки нашел возможность к нам приехать И он сейчас, вот он сейчас пропел эту песню И как теплыми и добрыми руками прошелся по сердцу Так что я хочу пожелать ему всего-всего самого хорошего И чтобы он не терял с нами связь Потому что я думаю, что Александр Викторович может ему помочь Так что он будет сам доволен Спасибо большое, Сереженька Спасибо большое за ваше творчество и за ваше отношение к делу И то, что вы хотите, чтобы это было очень самобытно Это самое, я считаю, важное для любого человека Который занимается тем, чем занимаетесь вы Всего вам доброго, мой дорогой Спасибо за теплые слова До встречи Спасибо Спасибо, спасибо, Эмилия Максовна Но дело в том, что на самом деле Вот про теплую волну, чтобы было понятно Мама сказала не для красного словца Поскольку у нас семья музыкальная И если вы найдете оригинал пластинки Михаила Круга Который называется «Живая струна», изданная 20 лет назад То вы найдете благодарность на этом диске моей маме Миша очень дружил с ней Он жил у нас всегда, когда приезжал в Питер Мы дружили семьями с Михаилом Кругом И мама всегда посещала все его концерты И как-то так вот сразу Начиная с 1994 года Сложилось до его ухода Что она была всегда с ним, с Мишей очень дружна Мы сделали очень много для Михаила В нашей студии были записаны два его альбома В нашей студии был начат его третий У нас альбом В памяти Аркадия Северного Из которого были записаны только две песни Которые были, к сожалению, изданы уже после его ухода из жизни Мы первые показали его публике за рубежом Он был с нами на гастролях 1097 года в Германии Это был первый его выезд за границу Также точно мы впервые показали его Огромные аудитории Российского государственного телевидения На канале РТР И сделали с ним огромную программу «Музыкальный ринг» В ноябре 1099 года Все это, кстати, можно посмотреть на нашем телевизорном канале Наше такси на YouTube Чтобы просто проверить мои слова И так сложилось, что мы с Мишей Даже не зря на то, что он стал очень популярным гастролером И много ездил Но все равно не теряли связи Буквально до последнего месяца его жизни Он в моей студии был за пять недель До своего трагического безвременного ухода В 2002 году В этой же программе «Ночное такси» С ним был большой эфир И он приехал тогда, по-моему, приглашению Для получения в Петербурге премии «Шансон года» От «Радио Шансон», которым тогда занималась И студия «Ночное такси», и я лично И вот так получилось, что буквально до последних его дней Мы были вместе А мама с ним была в очень теплых отношениях Поэтому то, что она сказала Это не какой-то пафос Это не шутка И не ворот, какое-то преувеличение Что вот как бы теплая волна Это так, она говорила и Миша относительно его песен Его голоса, его отношения к жизни И она имеет на это право Потому что она знала Мишу очень близко Так что вот так вот Я не думал, что она будет слушать Мы ее отправили за город Она находится в пансионате у нас На заливе Оставшиеся вот эти летние две недели Мы решили ее туда отправить Я, честно говоря, говорил ей, чтобы она слушала У нее есть маленький планшет, который мы ей подарили недавно Она может слушать где угодно Как радио с эфира интернет Но вот я не думал, что она все-таки это будет делать вечером Но она смогла Поэтому ей большое спасибо Что не просто слушала, но и поучаствовала Дорогие друзья, это программа «Ночное такси» Вы по-прежнему настроены на радиостанцию «Шансон-24» И на радиостанцию «Русский Берлин» На частоту 97,2 мигерс FM в столице Германии Также вы на телеканале «Ночное такси» на YouTube Если, конечно, видите нашу студию Расположенную в России, в Санкт-Петербурге В этой студии мы втроем Я, Александр Фрумен Наш замечательный гость Автор из Москвы Сергей Сорокин За пультом Мой замечательный младший сын Аркадий Фрумен И, собственно говоря, благодаря его усилиям Все это так хорошо звучит И так хорошо все это видно Сережа, вам слово Следующая композиция готова зазвучать в нашем эфире Я бы хотел исполнить следующую песню Для В памяти моему Отцу Вы знаете, когда человек узнал, что я бросаю музыкальную школу Я ухожу опять на улицу, ухожу опять в спорт Он очень сильно переживал Вот И после его смерти, он умер 6 лет назад Я написал песню «Отец» Но эта песня, она немножко сыровата была Не буду я, наверное, переделать, потому что родилась новая песня И родилась она совершенно случайно Буквально Этого года В январе месяце Было у меня Скажем так, такой легкий роман С одной девушкой Она просто, скажем так Каждую минутку заполняла собой Вот эту мою жизнь И мне было тяжело Как автору-исполнителю Уделять ей столько времени, что Я забросил эти песни Забросил стихи Я перестал петь И в итоге вот какой-то внутренний голос мне подсказал Вот остановись Хватит, возьми паузу какую-то И я вот при разговоре Я сказал, мне нужно 2 часа Для того, чтобы Я чувствую, что я могу написать песню Как бы она говорит, хорошо И вот буквально за час, наверное Я вот набросал песню батя И готов представить ее вам Прослушать Аркадий Александрович готовится Эфир прямой Поэтому все происходит в реальном времени Поехали Ты прости меня, мой батя За боль моей души Приношу, наношу встречу Красные цветы А еще совсем недавно Бокалами извиня Я не знал Как будет трудно жить Мне без тебя Оборвалась Между нами Тоненькая нить Ты скажи Скажи мне, батя Как мне дальше жить Крест могильный Белым снегом Замела зима Подрастают Дочь, сын Ну так Похож он на тебя Я смотрю На твое фото С черной полосой А теперь Лежишь, мой батя Ты в земле сырой Сука, жизнь Нас развела На долгие года А я все жду Когда придешь В мой дом Не уходя Оборвалась Между нами Тоненькая нить Ты скажи Скажи мне, батя Как мне дальше жить Крест могильный Белым снегом Замела зима Подрастают Дочь, сын Ну так Похож он на тебя Оборвалась Между нами Тоненькая нить Ты скажи Скажи мне, батя Как мне дальше жить Крест могильный Белым снегом Замела зима Подрастают Дочь, сын Ну так Похож он на тебя Оборвалась Между нами Тоненькая нить Ты скажи Скажи мне, батя Как мне дальше жить Крест могильный Белым снегом Замела зима Подрастают Дочь, сын Ну так Похож он на тебя Это программа Ночной такси В нашем эфире До завершения Первого эфирного часа Сегодня Большая рубрика Лицом к лицу Так у нас Называется интервью В гостях у меня Впервые Автор из Москвы Сергей Сорокин Он поет Свои песни И подчеркиваю Исполнение Совершенно лайв Совершенно вживую То есть оркестровая фонограмма Микшируется С живым вокальным исполнением Прямо В момент прямого эфира Что всегда интересно И всегда Приветствуется Кстати В программе Ночной такси Поет Кстати Я уже похвалил Совершенно без Всякого Абсолютно юмора Сергея Это действительно Похвала Совершенно заслуженная Поет он Очень уверенно Поет он очень хорошо У него хороший Тенор-баритон И я на самом деле Очень рад тому Что все это происходит Именно вот так В живом Онлайновом режиме Потому что Всегда В любой работе Эфирного средства Массоинформации Я как продюсер И радиоведущий Конечно Всегда Ценюсь ее минутность То есть Конечно В записи Это все хорошо Посмотреть потом А вот на самом деле Момент жизни Это конечно То что происходит Именно в прямом эфире Если человек Может спеть Свои песни Так То я считаю Что это очень здорово Для нашей Большой аудитории Я конечно же Продолжаю Сдавать свои вопросы Сергей подчеркивает До завершения Эфирного часа Он с нами И я сам Слышу большинство Этих песен впервые Я могу сказать Где мы встретились В гигантской сети Интернет С Сергеем Сорокином Встретились мы На портале Который существует Уже более Десятилетия Носит он название Real Music Это российский портал Сервер находится в Москве Наверное Самый по прежнему Демократичный портал Большой За вот это Десятилетие с лишним Он не изменил себе То есть по большому счету Там не появилось Никаких платных сервисов Хотя можно кстати Иметь там Небольшие платные услуги По продвижению треков На страницах Но в принципе Основная основа Этого портала Она не изменилась То есть каждый музыкант Может обратиться туда Со своей музыкой Разместить свою страницу Поставить какие-либо Музыкальные треки И попытаться Найти свою аудиторию А не просто своих друзей В соцсетях На самом деле О популярности портала Real Music Говорит не только то Что он более десятилетий Существует А именно то Что я клянусь Что это совершенно Не реклама Real Music Я абсолютно ни с кем Там не знаком Я не знаю Владельцев этого портала Но неоднократно Я например Сам Любя заходить туда Не мог попасть На сервер Потому что Он не такой мощный Как хотелось бы И там вежливо Выскакивала Иконка Которая сообщала О том что сервер перегружен То есть какой-то пользователь Просто с тем Чтобы зайти туда Не может зайти Настолько портал Популярен И мне было Не достучаться до него Со своего компьютера Что говорит о том Что очевидно Это очень хорошо Для тех музыкантов Которые туда приходят Потому что Это действительно Демократическое Совершенно средство Массовой информации Которое позволяет Узнать Собственно О том что вы делаете И вот так же Не скрываю этого В нашем эфире И Сергей Сорокин Тоже был познакомлен С нами Фактически познакомлен Вот этим огромным Порталом Real Music Сергей скажите мне А вот С точки зрения Формирования альбомов Ну вы человек современный И вы конечно Знаете много Различных музыкантов И собственно Различной современной музыки Вам вообще присущно Как автор и исполнитель Альбомное мышление Я поясню сейчас Что под этим подразумевается Бывают люди Которые не мыслят альбомами А мыслят песнями Вот ему пришла песня Он будет ее шлифовать Стараться по всякому делать Представлять ее На всех возможных ресурсах Петь на концертах Но при этом Не мыслит альбомом А вот например Михаил Крука Который мы только что вылечили Которым я был дружен Там полных 9 лет Его жизни Да И моей кстати тоже Он например Мыслил альбомами И всегда советует со мной Относительно того Что записать И что издать Он выстраивал Определенную концепцию Именно Серьезной работы Альбомной У вас как с этим делом Вы знаете на самом деле Хочу выпустить альбом Альбом это вообще Каждая песня Это период Жизни человека Вот так как Миша писал Да Он В каждую песню Вкладывал душу И он выпускал Вот эти альбомы Они у него все Как на подбор были И Мне вот как кажется Что у меня тоже Пришло время Выпустить альбом Потому что Ну Есть человек Который делает Аранжировки И вот то состояние Души Которое у меня сейчас Оно уже Готово Скажем так Людям Дать тот продукт Вот послушать Эти песни Конечно Первый альбом Наверное будет Ну Не танцевальный Наверное даже Да А Такой это будет Шансон Все таки Я за этот промежуток Времени Потерял Двух близких Своих людей Двоюродного Брата Алексея Да Он был мне Как родным С которым я рос И Эти Скажем так Песни Которые сегодня Бате прозвучали И вот будет Песни Вороны Которые Будет посвящена Тоже этому человеку Вот брату Она даже Не ему посвящена А Скажем так История Вообще Написания Этой песни Перед смертью Буквально там Оставался Ну Месяца за два Наверное Да Человек увлекался Снукером Приехал на соревнования В город Королев И Я проживал Тогда в этом городе Я 8 лет Кстати Жил в Королеве В подмосковном Городе Королев Вот он приехал И мы пошли в гости К нашей двоюродной сестре И вот посидели Вышли Была осень И вы знаете Там вот этот парк И Черные вороны Там всегда собирались В этом парке И вот он мне говорит Слушай А что ты там пишешь? А я отошел в сторону Взял Мобильный телефон И пишу Вороны 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 Не кружите В одну сторону Он говорит Интересно Говорит Слушай А это вот так Песня пишется? Я говорю Да Он говорит Ну Я очень хочу ее услышать Но к сожалению Так ему это и не довелось Услышать Я эту песню потом Наверное Только через год Или через два Смог ее все-таки Дописать И написать ее Вот И тоже она Войдет в мой Первый альбом Вот готов вам ее Представить Аркадий Александрович Продолжение следует... Стрелец кормил с ладони Стаю белых голубей И с друзьями на балконе Наблюдал за стаей все Быстро годы пролетели Закружила баранье Вороны, вороны, вороны Не кружите в одну сторону Дали не тайте вы так часто надо мной Вороны, вороны, вороны Улетайте в другую сторону Вы же видите, что я еще живой Снег и белые метели Мне напомнят голубей Давно к югу улетели Без возврата прошлых дней Ведь недолгий век отпущен Жизни белым голубям И ковида затихает Воронье и тут и там Вороны, вороны, вороны Не кружите в одну сторону Дали летайте вы так часто надо мной Ой-ой-ой Вороны, вороны, вороны Улетайте в другую сторону Вы же видите, что я еще живой Вороны, вороны, вороны Вороны, вороны, вороны Не кружите в одну сторону Да не летайте вы так часто надо мной Ой-ой-ой Вороны, вороны, вороны Улетайте в другую сторону Вы же видите, что я еще живой Вороны, вороны, вороны Улетайте в другую сторону Вы же видите, что я еще живой Вы же видите, я еще живой Да, вот такая вот грустная Но, на мой взгляд, очень и очень правильная песня Прозвучала сейчас в эфире ночного такси Напомню, дорогие друзья, что вы сейчас находитесь на наших частотах Это портал шансонспб.ру Соответственно, родной портал нашей радиостанции Шансон-24 Хотя, кстати, слушать Шансон-24 Можно совершенно не только С родного портала нашей студии Где, собственно говоря, реально радиостанция Вернее, откуда, собственно говоря, из студии Реально выходит в эфир На самом деле, хочу сказать о том Что на практически всех крупных российских агрегаторах Цифровых радиостанций Практически, подчеркиваю, на всех Есть наш поток То есть, можно слушать совершенно не только шансонспб.ру Предлагаю начать с гузея.ком Инфобокса, радиопотока, волнореза Вот везде эти большие хостинги Которые агрегируют российское цифровое радио В Рунете Они все, собственно, ретранслируют сигнал Из нашей студии Ну и, естественно, базовый наш портал Портал студии ночного такси Тоже имеет специальную вкладку Специальный раздел радио Собственно говоря, откуда мы тоже, конечно, предлагаем Вам слушать нас Не в последнюю, а в первую, конечно же, очередь Также радиостанция «Русский Берлин» На FM-диапазоне частота 97,2 мегерса FM Столицы Германии Все это ретранслируют тоже дважды Каждую программу Первая оригинальная программа В Берлине выходит после записи Которую мы делаем в России В четверг через неделю С 23 часов до 1 часа ночи Она полностью транслируется в Берлине Естественно, там время вещания, конечно, не московское Центральная европейская И затем программа повторяется в Берлине еще один раз Это в понедельник следующей неделе Также с 23 до 1 часа ночи Также, дорогие друзья, если вам интересно Слушать наши повторы в интернете Что так устроен эфир русского Берлина Что можно совершенно спокойно Берлинцам слушать в FM-диапазоне В федеральной земле Берлин-Бранденбург Вот так это правильно называется Кто находится там А там, кстати, 300 тысяч русскоязычных проживают Чтобы вы знали Почти как в городе Твери Вот рядом с Москвой И, конечно же, все это дублируется в интернете В потоковом вещании На сайте радио «Русский Берлин» Поэтому, в общем, каждую программу Ночной такси можно слушать много раз И при этом, конечно, все это Можно смотреть на телеканале Ночной такси на YouTube Поскольку записывается по трансляции Видеотракт со стереофоническим звуком И размещается в постоянном доступе На нашем телевизорном канале Уже на следующий день После того, как это происходит Все это говорю для тех, кто слушает А, может быть, смотрит нас впервые Еще раз говорю о том Что сегодня до завершения этого эфирного часа С нами автор из Москвы Сергей Сорокин И сегодня его песни впервые звучат в эфире Я очень благодарен именно за то Что они звучат вживую Что это не фонограмма, полностью сделанная в студии Что это студийная оркестровка И совершенно живой вокал Что, подчеркиваю, очень высоко ценится В программе Ночной такси А программа Ночной такси Это я говорю тоже для тех, кто, может быть, этого не знает И для Сергея, кстати, тоже Впервые вышла в эфир в ночь с 18 на 19 февраля 1994 года И, кстати, за вот эти 22 с лишним года эфира Ни одной недели не было пропущено То есть обязательно либо в записи, либо в видеоверсии Даже если я куда-то уезжал Или отсутствовал в студии Но все равно эта программа всегда, не пропустив ни одной недели Работает в эфире уже более 22 лет Также вот еженедельно, это наше традиционное время Суббота всегда в России онлайн И я стараюсь, чтобы это действительно было так Именно всегда и было так же и в дальнейшем Поэтому вы находитесь в таком достаточно известном для аудитории месте Аудитория, в общем, интересуется русской музыкой Ночной такси, конечно, программа неразвлекательная У нас здесь не предусмотрены никакие конкурсы, развлечения, легкая музыка Программа музыкально-информационная Это ревью русской песни и о тех, кто эту песню создает Вот это уже то, что изначально в это было вложено Вот как бы в этот смысл ночного такси Он подчеркиваю, изначально вложенный мною в феврале 1994 года Он не изменился за вот эти годы Программа старше, чем мой сын Ему в сентябре исполнится только 19 лет А программа, соответственно, в этом году уже исполнена С полных 22 И я думаю, что, наверное, никогда мы эти принципы не поменяем Для этой передачи Поскольку, я считаю, то, о чем мы с вами говорили до входа в студию Для нас является именно обязательным правилом Как для средства массовой информации Это все делается для того, чтобы аудитория могла познакомиться с вами И каждый музыкант, который приходит сюда Приходит в наши средства массовой информации Он приходит именно и приглашается нами с той единственной, я считаю, важной целью Для музыканта, когда он приходит в какие-либо средства массовой информации Это, конечно же, с одной стороны, поиск аудитории Для вас, персонально вашей аудитории Не просто аудитории музыки, шансона или авторской песни А аудитория для Сорокина И, с другой стороны, конечно, это именно формирование того отряда зрителей, слушателей Который будет с вами всю вашу творческую жизнь Все то время, пока вы хотите заниматься музыкой Поэтому вот этой задачей, собственно, и посвящены Средствам массовой информации нашей студии Ну и, по большому счету, можно сказать, конечно, и вся наша работа Потому что мы компания, которая производит русскую авторскую музыку Во всех возможных форматах И технических, и медийных И, конечно же, подчеркиваю, все это И, в первую очередь, конечно, работа наших средств массовой информации Она, конечно, настроена на одну, но, я считаю, очень важную задачу У каждого музыканта обязательно должны быть поклонники И мы прикладываем все усилия, чтобы эти поклонники могли с вами встретиться С помощью нашего эфира Ну, следующая песня, сейчас представляете ее Следующую песню хочу представить, называется «Спаси и сохрани» Ну, те потери, которые у меня, скажем так, были Я о них уже рассказал, уже испел Но также я жил такой жизнью Я романтик, я влюбляюсь и люблю Вот, и стихи пишу, и посвящаю их женщинам Но в моей жизни произошел такой поворот Я встретил уже, скажем так, ту девушку, которую, скажем так Ну, наверное, сам себе ее просто представил Вот, и, скажем так, вот Настолько у нее солнечные фамилии, да То, что людям солнце светит утром И когда оно уже заходит Да, я каждую минуту Для меня это вот просто Такое чудо, которое меня освещает, скажем так И вот песня «Спаси и сохрани» есть, она у нас там или нету, да, эта песня? Вот Ну, хорошо, песню эту я не взял Ну, значит, с собой вы ее не привезли Да Мы ничего не утаиваем от аудитории Все, что привезли, все, Аркадий Александрович, готов поставить в эфир А может быть в другой папке? В другой папке нет, она у меня там Мы ее просто не найдем Ее можно будет послушать на сайте Real Music Зайти вот на мою страницу «Спаси и сохрани» песня называется Вот Давайте я исполню вам песню Называется «Старый дом» Вообще это, вы знаете, такая песня, которая Наверное, любой человек, когда он рос и вырос Есть те места, куда ему хочется возвращаться Куда ему хочется приезжать Быть в этом месте Быть с этими людьми Которые были с ним с самого детства И Был такой дом Был такой дом, да Вот Опять же, это Ростов-на-Дону Очень многое связано у меня вот с этим городом Вот На самом деле Я эту песню, как бы, да Когда ее писал Дом я этот уже выдумал Потому что дом, на самом деле Хутор этот весь развалился Люди уже оттуда уехали Кто-то умер Вот И Я просто представил себе, что этот дом еще есть Я могу в этот дом войти Я могу вспомнить то детство, которое было Вспомнить тех друзей, которые были в этом хуторе И вот Для вас Звучит песня «Старый дом» Кстати говоря Ну пусть играет, пусть играет Это звучит вот Как песня называют Вадим, да Давайте исполню, потом расскажу С тобой нас разлучила Вновь метели вьюга Пришли в мой теплый дом С прохладой, холода Из стаи белых птиц Давно подались к югу Туда, где зимой лето Круглые года Растают на руке Две белые снежинки Как будто слезы Мои выпадут из глаз Не венчанные Богом Как две половинки Теперь сидим с тобой На разных берегах Войди в мой дом Я все прощу И больше никуда не отпущу Согрей меня Своим теплом Где будем вместе Только мы с тобой вдвоем Мне ночью тишина Дает свои мотивы Струна гитарная Порежет пальцы в кровь Морозы грива На моем стекле оконном Свои узоры Разбросает вновь и вновь Прошу, приди ко мне В мой дом Незваным гостем Открой входную дверь К себе своим ключом Но ты опять с другим Купаешься в объятиях Забросив к черту Свой мобильный телефон Войди в мой дом Я все прощу И больше никуда Не отпущу Согрей меня Своим теплом Где будем вместе Только мы с тобой вдвоем Войди в мой дом Я все прощу И больше никуда Не отпущу Согрей меня Своим теплом Где будем вместе Только мы с тобой вдвоем Войди в мой дом Я все прощу И больше никуда Не отпущу Согрей меня Своим теплом Где будем вместе Только мы с тобой вдвоем Войди в мой дом Я все прощу И больше никуда Не отпущу Согрей меня Своим теплом Где будем вместе Только мы с тобой вдвоем Да, удачно Лирическая композиция Звучала в нашем эфире Дорогие друзья Это автор Исполнитель из Москвы Сергей Сорокин Сегодня это его дебют В программе Ночное такси И я очень рад Что этот дебют состоялся И конечно же для меня Очень важно Поставить Не может быть Ищем песню? Есть мама, голубя Просто есть дом Дом Вот это он и есть Да, да А, дом Да, отлично Аркадий Александрович Пожалуйста, в прямом эфире Сообщите Сколько у нас осталось Эфирного времени По-моему, минут 10, да? Поменьше У нас осталось 8 минут 8 минут осталось, да? Значит, 8 минут Это получается, что мы можем Сейчас задать вопрос Сергею Сергей на него ответит Затем Сергей споет нам Еще одну песню И, наверное, я думаю На этом у нас Эфирный час Завершится Сережа Вот в финале Перед тем, как эта песня Очевидно, это будет песня Дом, да? Да Которую мы нашли Сейчас Я, конечно, задаю тот вопрос Который всегда Звучит в финале Каждой рубрики Лицом к лицу Но вы у нас впервые Надеюсь, не в последний раз В гостях На нашей радиостанции Поэтому Этот вопрос, конечно Для вас Сегодня Прозвучит Что называется Неожиданно Но вообще Все, кто нас слушает И кто приходит к нам в гости Знают этот вопрос Я его банально не считаю Он не сложный Но на самом деле Его смысл Севиминутности Тем более, что Видеохостинг YouTube На котором остается Все это В неограниченном доступе Подчеркиваю Это мощнейшее И как считается Сейчас Самое крупное в мире Открытое Видеохранилище Каких-либо Видеоматериалов Самое крупное в мире Подчеркиваю Не только в США Где находится сервер И Естественно Принцип YouTube Это Видеодевайн По-английски То есть Видео по запросу Кто-то спросит Ночное такси Поскольку знает нас Три десятилетия с лишним Кто-то ищет Фамилию Сорокин Или вы дадите на эту ссылку И Обязательно То, что вы сейчас ответите И собственно Этот эфирный час Для кого-то Прозвучит впервые Поэтому В финале Я всегда Задаю вопрос Который Подчеркиваю Не сложен Но весьма И весьма Актуален Для тех Кто когда-нибудь Будет смотреть Этот эфир Ваше Сегодняшнее Неподготовленное Спонтанное Севиминутное пожелание Той аудитории Которая смотрит То, что мы Делаем В этой студии В Санкт-Петербурге Сейчас Вы знаете Как правда Никто не готовился К эфиру Так вот должно быть Он же прямой В этом и весь интерес Да, это прямой Квачь ты без нас Подготовленных программ На коммерческих каналах Всяких разных Прямой эфир Да Вот И вообще Войдя вот в эту студию К Александру Фрумину Познакомившись с этим человеком И пройдя по студии Хочу сказать Что Много труда Вложено Сил Труда И Ну Для меня это Наверное Просто подарок судьбы Вообще Что я Попал в Питер Именно в то время Когда вот Оно наверное Должно было Так все как-то случиться Вот Ну что хочу Пожелать Вообще Процветание этой студии Я просто вижу То что Эта студия Буквально напичкана Аппаратурой Вот этой Всякой Современной Вот Вы знаете Я Даже Честно признаюсь То что Хотел бы записать Свой альбом Именно на этой студии Потому что я Ну уже Говорил как бы ранее То что наверное Три-четыре Может быть пять Я бы уже выпустил Но Навряд ли бы они были Слушаемыми Вот А Именно эта студия Может дать ход Скажем так Моим песням И Моим новым песням Я говорю то что Старые Я там что-то и буду Переделывать Но не все Вот Так что вот Это знакомство Не случайное И вообще Спасибо что Меня пригласили Услышали Увидели И вот Теперь я Пою для вас Вот именно Вот с этой студии Спасибо Сережа Но на самом деле Это было больше пожелание Адресованное к нам А мне бы хотелось Чтобы было к аудитории Которая вас слушает И смотрит К аудитории Вы знаете На больших площадках Я еще не выступал А выступая на маленьких площадках Я наверное больше не себя показывал А знакомился с авторами И исполнителями Ну Честно говоря не знаю Какое будет мое ближайшее выступление Вообще И где оно будет Скорее всего Это вот наверное будет Самое первое Это вот Видео с ночного такси Хорошо если меня кто-то пригласит Там на какой-то концерт Ну есть минуса Я готов к этому Я могу выступить Вот Ну Что ж Я буду Записывать свои песни И стараться их делать Настолько Хорошими Востребованными Чтобы они на душу вам Ложились так Чтобы вы Прослушав эту песню Захотели и вторую И третью послушать Вот Ну это вот Работа на первом альбоме Наверное Вот такая вот будет у меня Ну я вам уже сказал Перед входом в студию Что мы готовы помочь Издать этот альбом Совершенно Не хотим Каким-то образом Вмешиваться в процесс Аранжировки Тем более что у вас Есть аранжировщик Который вам нравится Но мы Компания Которая может Сделать Именно Хорошее издание И самое главное Хорошее продвижение Тому Что вы Создавали Не один год И Что по-настоящему Для вас является важным Вот Можно сделать Именно эту часть работы То есть записать Не у нас А там где это все У вас уже записывается В Ростове Но при этом Мы готовы действительно Сделать вам Хорошее издание И что самое главное Я абсолютно Точно говорю Об этом Что эти песни Будут замечены людьми Вот это на самом деле То что я обещаю вам И то что мы готовы Сделать для вас Спасибо за желание Принять участие в съемках Я еще раз говорю Для нашей аудитории Кто внимательно следит За тем Что появляется на ютубе Поскольку каждый месяц Выходит большой фильм 120 минутный У нас сейчас Начинается осенний сезон Очень бурный Сразу могу сказать За месяц мы даже Прекратили прием заявок 29 августа Снимаем огромную картину Под названием Новая и лучшая 17 серия 17 выпуск В двух эпизодах 50 новейших песен Будет записано для вас Артисты будут со всей России Затем снимаем И Рок волну И Новая и лучшая Соответственно номер 18 Это 31 октября Вот куда я пригласил Перед эфиром В эфире повторяю Это приглашение Нашего гостя Сергея Сорокина И в финале В ноябре Мы будем снимать Традиционный Юбилейный фильм Мы каждый год Отмечаем Годовщину телеканала Ну как принято Вообще в средствах Массоинформации В этом году Исполняется ровно 6 лет Как мы на крупнейшем Мировом видеохостинге Ютуб Но при этом 6 лет вроде бы Совсем мало На фоне 31 года Рождения нашей студии Но Ютубу Всего 10 лет А из этих 10 лет Работы на мир То есть 2006 года Мы работаем там Извините Уже 6 лет Что я считаю Совсем В общем Немало Сережа Огромное спасибо вам За то что вы брали время Жму вам руку В прямом эфире И в финале Аркадий Сан же мне показывает Что скоро уже Ко второму часу Переходить Поэтому я с большим удовольствием Буду слушать То произведение Которое называется Дом И которое будет завершать Сегодняшнюю Нашу с вами встречу Заколочен старый дом С глухими ставнями Все тропинки поросли К нему бурьянами Это был мой старый дом Где я когда-то рос И когда-то я с отцом Ходил на сенокоз Детство Как вернуть тебя Не знаю я Детство Где с друзьями Шла вся жизнь моя Детство Как найти к тебе Свои ключи Чтобы в юность Прошлою Войти Я открою Старый дом И войду в него Захлестнут воспоминания Станет мне тепло Ведь когда-то Под столом Вчера Ходил пешком А теперь Вся пыль Виднеется На нем Детство Как вернуть Тебя Не знаю я Детство Где с друзьями Шла вся жизнь Моя Детство Как найти к тебе Свои ключи Чтобы в юность Прошлою Войти Снова ждут меня Дороги Я уеду вдаль Захватив с собой Немного Грусти И печаль Я вернусь В мой старый дом Будешь вновь Встречать Знай Что буду По тебе Опять вдали Скучать Детство Как вернуть Тебя Не знаю я Детство Где с друзьями Шла вся жизнь Моя Детство Как найти К тебе Свои ключи Чтобы в юность Прошлою Войти Детство Как вернуть Тебя Не знаю я Детство Где с друзьями Шла вся жизнь Моя Детство Как найти К тебе Свои ключи Чтобы в юность Прошлою Войти Шелкайте 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 На волне позабытых мелодий Вместе с вами ночное такси Городских серенат и рапсодий На дорогах трехцветных огней Позабудьте дневные тревоги Если с вами ночное такси Ничего не случится в дороге Если с вами ночное такси Ничего не случится в дороге Ночное такси Сегодня и всегда с Александром Фруминым